В Новом Уренгое продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Глава города Иван Костогрис, его заместитель Надежда Бондарь и начальник департамента образования Михаил Терещенко лично оценили ход работ. За лето необходимо привести в порядок все учреждения образования. На эти цели было выделено 105 миллионов рублей. Но руководство школ и детских садов выделяют дополнительные деньги из бюджета учреждения, выполняют работы и за счет спонсорской помощи. Времени мало, а сделать нужно еще очень много. Слово Марии Федорчук. Школа «Земля-Родная» – первый пункт, куда отправляются проверяющие. В прошлом году учебное заведение преобразилось. Тут обновили фасады школы и бассейна. В этом году приступили к обновлению помещений. Для этого разработали специальный дизайн-проект. Коридоры выкрасят в едином стиле. Подвергся изменениям и класс технологий для девочек. Работы выполняют на деньги спонсоров. Они выделили 1 миллион 130 тысяч рублей. Было заменено напольное покрытие. Теплые полы здесь еще сделали. Потому что северная сторона, и как бы очень прохладно здесь, в принципе, было. Вот это за спонсорские деньги? Это да, это за спонсорские деньги. Газпром помогает? Газпром. Газпром добыча в Римбе? Газпром добыча в Римбе. В пятой школе смонтирована специальная разметка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но она постоянно отклеивалась. Эта проблема решена. Вместо наклейки тут появится тактильная плитка. А кроме этого новый санузел дополнительной тактильной таблички. Калитки мы в этом году подготовили. Не только в систему скутки вписали, но и дверные проемы, чтобы можно было свободно проходить колясочником. Из трех калиток две уже готовы, третья в работе. Теперь обедать школьники будут в обновленной столовой. Сейчас здесь все по-прежнему, но совсем скоро подрядчик приступит к работе. На эти цели из городского бюджета был выделен 1 миллион 186 тысяч рублей. Кроме этого за средства школы был разработан дизайн проекта. Его стоимость составила 400 тысяч рублей. Глава города Иван Костогрис отметил, что с ремонтом необходимо поторопиться. Здесь очень напряженный период, потому что объем работы достаточно большой, а времени мало. Не обходят стороной и детские сады. В Березке заменили систему пожарной безопасности. В случае возгорания вода мгновенно поступит по специальным устройствам. Если по какой-то причине этого не произойдет, систему можно будет запустить вручную. В детском саду также идет косметический ремонт. В медблоке плитку кладут на путях эвакуации. В хореографии должны заменить линолеум на ПТМ-2, который по противопожарной безопасности подходит. Да, еще 20 светильников Арина, освещение дополнительное. Сейчас ребята работают. Далее на очереди средняя школа номер 4. Здесь идет незапланированный ремонт. С крыши потекла вода, которая разрушила часть фасада бассейна. Сейчас рабочие устраняют последствия. Глава города Иван Костогрис отметил, что в этом году возникло много непредвиденных обстоятельств. Чтобы все охватить вниманием, выделены дополнительные средства. Ремонт идет в искоренном режиме и находится на особом контроле у администрации. На сегодняшний день у нас по школам и садикам в пределах 105 миллионов дополнительных денег с субъектом выделены. Поэтому эти дополнительные работы, безусловно, они будут проводиться в очень сжатые сроки. И это, конечно, требует определенной мобилизации. Ну, есть, конечно, безусловно, нехватка подрядного комплекса, есть нехватка квалифицированных строителей. Но пока угроз никаких нет. Мы готовимся к новому учебному году. Я думаю, что город будет готов. Ход работ на постоянном контроле представителей городской администрации. Несмотря на все сложности, ремонт в школах и детских садах должен завершиться вовремя. Мария Федорчук, Владислав Еремин, Служба новостей «Импульс».